19 февраля, 17-й год, Харьков, 11.00 по Киеву. И с приближением очередной годовщины, очередного дня рождения Тараса Григорьевича Шевченко. Флешмоб организовали ребята. По всей Украине, по всему миру стоит 1385 памятников Тарасу Григорьевичу Шевченко. Большая часть из которых в Украине, но в 35 странах, насколько я помню. Да, и вот ребята предложили, дабы каждый сфотографировался, ну кто мог, кто заинтересовался, сфотографировался на фоне своего, сделал селфи на фоне памятника Шевченко, который расположен в их городе. Мне в этом смысле повезло, наверное, больше, чем остальным. Я харьковчанин, и у нас, ну, по-моему, памятник Тарасу Григорьевичу Шевченко, который, как мне сообщил интернет, официально признан самым красивым в Европе. Кто это судил, кто оценивал, я без понятия, но вполне верю. Посмотрел уже какие-то фотографии, памятники. Конечно, далеко не все 1385, но до сотни так точно. Должен признать, что ничего более красивого, оригинального, значимого, ну, не знаю, какие тут еще эпитеты можно, я не видел. Памятник поставлен в 1935 году. Всего через несколько месяцев после того, как Харьков перестал быть столицей Украины. То есть с 19 по 1934 год Харьков был столицей Украины, после этого столицей Украины стал Киев. И вот, видимо, как к столичному городу начали этот памятник вставить, но и Газпром же здесь рядышком, вон от него антеночка. Газпром, Держпром. То есть для столицы все планировалось. Памятник, конечно, знатный. Тут актеры, именами которых названы и улицы в Харькове, и Наталью Ужви, и Бучмы, как раз в моем районе. Вот еще одна достопримечательность. Сталагмит ледяной. Не пресловутый сталагмит из города Сирол, а Харьковский ледяной фонтан. Подавали зимой воду, вода намерзала, и получился вот такой сталагмитище, я бы даже сказал. Там с пещерами, со сталактитами. Сталактиты, сталагмиты. Ну, в общем. Да, Global Шевченко называется. Флешмоб. Удивляет меня, конечно, Шевченко поставлено памятникам. Больше, чем Шевченко, поставлено только Будде. То есть из реально живших людей. И не включая, наверное, тоталитарных лидеров. Да, ну, опять же, видно, что здесь он не как поэт, скорее как революционер. Может быть, именно поэтому количество памятников Шевченко превышает количество памятников Шекспиру, Пушкину, и, я так понимаю, вместе взятым. Речь не столько про поэзию, сколько про гражданскую позицию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова